Итак, дорогие друзья, мы с вами в курсе 28 работаем с фреймворком типа контента, content types. Сделали мы много вещей, то есть написали модель, разобрали, увидели в админке и много чего добавили. А теперь давайте посмотрим саму админку, что мы сделали, что мы хотели. Во-первых, когда мы с вами проверили по ходу в этом консоли, то есть взяли абсолютно любую модель, контент, которую раньше писали, и попробовали получить запись. И действительно, если посмотрим, мы писали модель при помощи content types, и мы видим, что мы писали юзера, у меня просто их два, но юзеры есть. Здесь мы будем вписывать само действие, то есть, например, у нас будет сейчас действие для ленты, да, то есть будем сохранять ленту. Человек подписался, у него вводится лента, что делает другой человек. Человек ему в ленту будет вводиться, там он лайк поставил или что-то, да. Но вот это у нас именно content types, и мы видим, что типы контента действительно хранят все модели. Вот мы написали модель сейчас action, а, допустим, в консоли мы пытались, мы не пытались, а мы получили к модели контакт. То есть мы видим контакт, профили, action, то есть контент. Это все наши модели. То есть действительно этот фреймворк хранит все модели, и мы с вами убедились, прежде чем писать представление, что да, действительно мы смогли получить доступ к модели и увидеть, что модель выводится, модель работает, то есть все работает, да. На SPB мы, я сказал ребятам, написал как раз сегодня письмо, потому что откладывал, откладывалось, а сейчас уже понадобилось. Здесь мы рассматриваем только саму ленту, но возможности настолько велики. Поэтому я и написал, что в BuildPlan обязательно рассмотрим Django Contrib Content Types. Эта библиотека действительно очень мощная. Она, давайте я расскажу на словах, по умолчанию она хранит настройки всех моделей. Мы можем получить доступ к модели, к представлению. А теперь давайте вот такую вещь. Будет там видно, не будет, я не знаю, но я с краешку попробую. С краешку самого, да. Тут должно быть видно. То есть, по сути дела, если мы увидим, да, вот это у нас одна модель, вот это у нас вторая модель, вот это у нас третья модель. Ну и, соответственно, тут некие поля, поля, да, поле там один и так далее. Ну, все это модели. И, по сути дела, что делает вот этот фреймворк? Фреймворк Content Types, да, он хранит настройки всех моделей нашего проекта. И, по сути дела, что нам это дает? А все, что хотите, ребята. Мы можем, как хотим, теперь перепутывать между собой модели в любом порядке и любые поля при помощи вот этой вот библиотеки. Что значит перепутывать? Например, вы можете написать ленту, как в Фейсбуке или как в Инстаграме. В Инстаграме она, кстати, на этом и написана, я думаю. Далее, вы можете, это самое простое, ленты это самое простое. Вы можете подсчитывать комментарии, выводить, выводить комментарии одного конкретного пользователя, выводить комментарии, допустим, пользователя, который нечто именно необычное кликнул. По сути дела, это дает нам возможность писать любую социальную активность и писать, и отслеживать. И при этом писать в двух режимах, в ручном и в автоматическом. В данном случае, в приложении мы делаем все попроще, в приложении социаль, мы с вами пишем в автоматическом режиме, то есть генерик формкей, поле у нас присутствует. Но смысл вы поняли. А на SPB я рассмотрю, как сказал ребятам, уже, может, вы смотрите видео, я давно рассмотрел, в, значит, в Django 2. Рассмотрю очень подробно, с этим надо очень хорошо поработать, потому что, как только вы разберетесь, вам станут при помощи встроенных вещей Django, доступны многие вещи, очень широкие, да, то есть любую социальную активность можете написать. В данном случае мы с вами написали эту модель, а потом будем сохранять данные в редисе, это будет очень интересно. Для тех, кто начал с этого видео, для тех, кто начал с этого видео, ссылки в описании видео, начало работы с фреймворком Django и Python на сайте spb-retout.ru. Спасибо за доверие, все получится.